Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня отвечаем на ваши вопросы. Очень интересный вопрос пришел на библейский портал в качестве комментария под одной из бесед, которая была выложена на портале «Летом». Она была посвящена восточному мистицизму. Беседа называлась «Зло – атрибут Бога или сила, противостоящая Ему». И содержание этой беседы было христианский взгляд, христианская оценка восточного мистицизма, представления о Боге. Напомню в двух словах, что согласно учению восточного мистицизма, а абсолют, безличный абсолют может себя проявлять и как добро, и как зло. Один из слушателей оставил такой интересный комментарий и одновременно вопрос. И этот вопрос хотел бы сейчас предложить вашему вниманию и постараться с Божьей помощью на него ответить. Осталось пара вопросов к христианам. Первое. Всемирный потоп. Второе. Приказ Бога Иисусу на вину на уничтожение народов до последней овцы. Третье. Ненависть Бога к Исаву. Четвертое. Отправка людей на вечные муки в ад. И если это все является добром, задают вопрос, слушайте, то какая для вас, для христиан, разница между словами добро и зло? Давайте задумаемся, дорогие друзья, вместе с вами, потому что подобный вопрос задают не только люди, увлекающиеся восточным мистицизмом, со всевозможными особенностями этого учения, представления об Абсолюте, который проявляет себя как добро и зло, и то, что бесконечное, бессмысленное колесо перевоплощений, которое проходит каждая душа по выходе из тела, и так далее, и так далее. Сейчас не будем повторяться, это отдельная тема, которая была по возможности освещена в той беседе. Давайте начнем отвечать на этот вопрос, попытаемся ответить, задумаемся, по крайней мере с конца. Отправка людей на вечные муки в ад. Отправляет Бог на вечные муки людей в ад. Бог уничтожил первый мир всемирным потопом. Приказ Иисусу на вину уничтожения языческих народов, которые в земле Хананейской жили вплоть до последней овцы, и так далее. Вот вообще, что тогда для нас добро, что такое зло? Давайте над этим задумаемся. Я постараюсь, дорогие друзья, не своими словами говорить, а предоставим слово преподобному Паисию Святогорцу, одному из самых выдающихся подвижников веры, нашему современнику, по сути. И тем более, что в следующем году, в 2024, мы все будем молитвенно воспоминать столетие со дня рождения этого исповедника и подвижника веры. Преподобный Паисий говорит, чем дальше человек отходит от Бога, тем ему труднее. А если иметь Бога, то можно не иметь ничего больше и ничего больше не желать. Все дело в этом. Если у человека есть все, но нет Бога, он испытывает внутренние мучения. Поэтому, насколько возможно, нам необходимо приблизиться к Богу. Вот попытка ответа на вопрос, что же тогда добро и что такое зло для христиан? Как мы, христиане, это понимаем? Что такое добро? Добро – это пребывание в общении с Богом. И зло – это удаление от Бога. Далее преподобный Паисий говорит, «Вначале человек находился в общении с Богом». Здесь имеется в виду наш правоотец Адам и Ева до их грехопадения. «Однако после он отошел от Бога и стал чувствовать себя так, как если бы он сначала жил во дворце, а потом навсегда, оказавшись за дворцовыми воротами, смотрел на дворец издали и плакал. Как страдает ребенок, находясь вдали от матери, так страдает и мучается человек, удалившийся от Бога». Я подчеркиваю эти слова. Человек, удалившийся от Бога. «Человек после грехопадения, потерявший связь с Богом, внутренне страдает». Вот, можно сказать, смысл нашего христианского понимания, что такое добро и что такое зло. Что зло для человека? Удалиться от Бога. Отходя от Бога, человек испытывает адскую муку. Дьяволу удалось увести человека от Бога так далеко, что люди стали поклоняться истуканам и приносить в жертву этим истуканам своих детей. Вы представляете, дорогие друзья, на самом деле, вот современным людям, может быть, даже тяжело до конца представить, в каких вообще формат жизни людей, например, до потопа, до какого уровня нравственного падения, деградации дошли люди, что люди приносили в жертву истуканам своих собственных детей. Потому что, например, материнская, отцовская любовь к ребенку, она настолько естественна, что она даже не нуждается в каком-то объяснении. Настолько она естественна любому здравомыслящему человеку. Но люди дошли до того, удалившись от Бога, что даже истуканам, каменным, деревянным приносили в жертву своих собственных детей. И преподобный Паисий пишет, как же это страшно. Вот ведь бесы, откуда они столько откапывают этих «богов» в кавычках. Бог Хамос. Одно имечко услышишь, уже хватает. Однако больше всех мучается сам дьявол, ведь он отошел от Бога от любви дальше всех. Если уходит любовь, то начинается адская мука. Помните, дорогие друзья, вопрос, который я озвучил вам в начале этой беседы, вопрошающий говорит, Бог отправляет людей на вечные муки в ад. Что же это да добро, что такое зло для вас, для христиан? Это как бы уже стало общим местом для такой-то околорелигиозной интеллигенции. Представляю, что Бог отправляет на вечные муки в ад. Но давайте задумаемся, а не сами ли мы ад выбираем? Не сами ли мы, люди, ад начинаем накапливать, аккумулировать в себе, и вот это состояние ада, пролонгируем в течение долгих, ну, энного числа лет земной жизни, ад становится внутренним содержанием человека, который, как уже было сказано раньше, отошел от Бога. Вот что такое зло в нашем христианском понимании. Зло для человека – это удалиться от Бога. И это зло доходит до того, что люди истуканом приносят своих детей. И вот далее очень мудро преподобный Паисий говорит, «Если уходит любовь, то начинается адская мука». То есть адская мука для человека начинается даже не тогда, когда его куда-то, ну, по такому широко распространённому представлению людей, кого-то куда-то посылают или отправляют. Адская мука уже в этой земной жизни начинается у человека, который удалился от Бога, удалился от любви. Если уходит любовь, начинается адская мука. Что противоположно любви? Злоба. А злоба и мучения – это одно и то же. Поэтому, когда… Это широко распространённая фраза, вы её наверняка слышали. Вот человек попал в ад, или там человек отправился в ад, или его душу Бог послал в ад. Человек ад выбрал. Человек ад в себе аккумулировал. И вот это состояние ада в нём уже накопилось. Он это состояние в себе приумножал. Он с этим состоянием не боролся. Он к Богу не желал вернуться. И вот, воспринимая вот это демоническое воздействие, он стал носителем ада внутрь себя. Он сознательно это избрал. Вот что такое зло в нашем христианском понимании. Зло, когда ты удаляешься от Бога, и ты ад накапливаешь в самом себе. Смотрите, как далее пишет преподобный Паисий. И в соответствии с тем, насколько люди отошли от Бога, они чувствуют огорчение в этой жизни. Насколько человек живёт согласно с волей Божией, настолько ещё в этой жизни он в некоторой степени вкушает часть райской сладости. Или уже в этой жизни мы будем отчасти переживать райскую радость и отсюда направимся в рай. или же мы будем отчасти переживать адскую муку и, упаси нас от этого Божия, попадём в ад. Смотрите, тяжело что-то добавить к этим очень лаконичным и точным словам преподобного Паисия Святогорца. А рай – это то же самое, что добро. Адская мука – это то же самое, что зло. Простой пример, который мы, дорогие друзья, можем в своей жизни видеть. Допустим, произошло какое-то огорчение между людьми и вот состояние обиды и злопамятства. Не случайно и святые отцы церкви, и даже многие подвижники веры говорят, что состояние злопамятства – это как бы твоя внутренняя адская мука. Это как бы такая петля удушающая, которую ты сам затягиваешь на своей собственной шее. Вот состояние злопамятства – это капля ада. Но это состояние ты выбираешь сам. Если тебе приятно, ты хочешь, да, ты держишь в себе обиду на кого-то, и ты не хочешь простить, ты не хочешь примириться, ты не хочешь, например, сделать первый шаг к исправлению ситуации, то ты это состояние ада сам в себе держишь. Не Бог же тебя в это состояние опускать, не Бог тебя посылает в это состояние, ты это состояние избрал сам. И вот как мудро говорит преподобный Паисич, что рай – это то же самое, что добро, адская мука – это то же самое, что зло. Вот мы отвечаем на вопрос нашего слушателя. Что добро и что зло для христиан? Делая грех, человек страдает. Чем больше добра делает человек, тем больше он радуется. А чем больше делает зла, тем сильнее страдает его душа. Чувствует ли радость вор? Задает вопрос преподобный Паисий и сам же отвечает на этот вопрос, потому что ответ очевиден. Какая там радость? Ведь ее чувствует тот, кто делает добрые дела. Тут вон даже если найдешь какую-нибудь вещь на дороге, поднимешь, сказав, что эта вещь твоя, и сразу теряешь уже внутренний покой. Нашедший не знает, кто потерял вещь. Он никого не обидел, не ограбил, однако он лишается покоя, даже когда поднял чужую вещь. А что говорить о воре, который отнимает? И вот заканчивает свои размышления преподобный Паисий такими словами. Посмотрите на тех, кто обижает и обманывает других. Какие у них страшные лица, как уродливо они гримасничают. Вот, дорогие мои друзья, размышления преподобного Паисия о том, что такое добро и что такое зло для христиан. А в первом томе своих размышлений на эту же тему преподобный Паисий говорит следующее. «Грехом человек превращает земной рай в земную адскую муку. Если душа запачкана смертными грехами, то человек переживает демоническое состояние, становится на дыбы, мучается, не имеет в себе мира. Напротив, мирен тот, кто живет с Богом, устремляет свой ум в божественные смыслы и постоянно имеет добрые помыслы. Такой человек живет в земном раю». Вот кратенько, так сказать, в общих чертах мы предложили вашему вниманию размышления преподобного Паисия на вопрос, что же такое добро и что такое зло для христиан в нашем понимании. В следующей беседе мы постараемся рассмотреть еще одно такое широко распространенное представление, как понимать слова. Вот человек попал в ад. Что это значит? Об этом в следующей встрече. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok